Большая энциклопедия природы Держитесь вместе, не отставайте Сейчас будет порожек Готовы? Прыгаем Давай, прыгай Давай, давай Что происходит? Простите Теперь у нас новая книга Истории медведя всегда такие интересные Такие же интересные, как и мы Где он? Я его не вижу Должно быть, он добрался до меда на пасеке Я так хочу послушать его истории Он идет, я вижу его Скорее прыгай Вижу вы все в сборе Итак, сегодня мы открываем новую главу Большой энциклопедии природы Я поведаю вам историю про бабочку Выходите Уже пора собирать гектар Скропинка, присмотри за деревней Ладно, удачи Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла В красивом цветочном саду Работаем мы каждый день Мы собираем пыльцу И нам совершенно не лень Петух, нужно предупредить остальных. Сладкая деревня, где они собирают нектар. Всем внимание! Петух прилетел! Крапинка, нужно спасти его. Куда же он поднимался? Я здесь, глупый петух. Выходи, малявка. Малявка. Петух. Ну, погоди. Я здесь. Здесь. Я здесь. Чего же ты ждёшь? И, несмотря на большие крылья, он совсем не умеет летать. Ах так! Ничтожная букашка. И я покажу тебе и вашей маленькой деревеньке, кто здесь хозяин. Никто не смеет меня перечить? Крапинка! Крапинка, где ты? Крапинка! 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 А? Крапинка! Ты поранился? Ничего серьёзного. Мы чуть было не попались. Посмотри, во что петух превратил нашу деревню. Если мы не придумаем, как от него избавиться, то никогда не сможем жить спокойно. Крапинка! Я придумала! Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы увести его подальше от деревни. Ты же не серьёзно. Он проглотит тебя и задавит. Или ты сломаешь крылышки. Обо мне не беспокойся. Если петуха не прогнать, он не оставит нас в покое. Может, нам просто переселиться? Нет, это не поможет. Но здесь мы в безопасности, нам просто нужно переселиться на более высокие ветки. Стрекоза права, мы не сумеем с ним справиться. Какие у нас шансы? Как можно сражаться с тем, у кого клюв и когти? Одной силы недостаточно. А что ещё нужно? Разу. Разве ты не заметил, что он не может летать так высоко, как мы? В этом наше преимущество. Ты хочешь с ним сразиться? Да. И я уже придумала, как. Не волнуйся. Я знаю, что одержу победу. Удачи! Я царь прекрасных холмов. Меня бабочки очень боятся. Я главный из всех петухов. Лишь появлюсь, все они разлетятся. Я царь прекрасных холмов. Эй. Я здесь. Тебе меня не поймать. Маленькая букашка, как ты осмелилась. Здесь я царь. Ты мне за это заплатишь. Поймай меня, если сможешь Ты вовсе не царь, ты вор и тиран Уходи прочь и оставь нас в покое Значит, я вор и тиран Я здесь, наверху Я тебя поймаю Сейчас, поймаю, поймаю Не поймаешь Трус, ты убежал Знаешь почему? Потому что ты трус Я покажу тебе, кто здесь трус Петух упал в воду, он будет разъярён, когда вынырнет Прячьтесь Если я отпущу его просто так, наша деревня снова будет грозить опасность Нужно придумать, как избавиться от этого петуха Придумала Я завлеку его на вершину утёса Нужно помочь с жёлтенькой Прощайте, друзья Надеюсь, с ней ничего не случилось Пока-пока Кропинка, подожди, мы полетим с тобой Мы охраняем цветы и собираем пыльцу Это символ тепла и любви в нашем райском прекрасном саду Субтитры создавал DimaTorzok Какая ты прекрасная танцовщица Подойди поближе, не бойся Покажи, как ты танцуешь Пожалуйста, это доставляет мне радость Я удивлена Но раз тебе так нравятся танцы, я для тебя станцую Я буду просто счастлив Подойди поближе, я плохо тебя вижу Если я станцую у тебя на гребешке, это будет достаточно близко? О, да Ты так красиво танцуешь Наконец ты попалась Я вхитрил бабочку И она думает, что находится в полной безопасности И вскоре Вскоре, когда мы окажемся в подходящем месте Мне останется только лишь схватить ее своими крыльями Думаю, я ее поймал, ведь в моих крыльях нет дыр? Конечно же, я ее поймал Погодите Куда она подевалась? Нет смысла прятаться Я тебя поймаю Эй, ты видел это? Куда подевалась эта бабочка? Она не могла ускользнуть Хотел бы я знать, где она Потому что, когда я найду ее, она будет молить Эй, эй, кого ты ищешь? Похоже, ты и не подумал, что я могу скользнуть Ты где ты? Я все равно тебя найду Я здесь Нет, теперь я уже здесь Смейся сколько угодно, я тебя поймаю А вот и нет Ты недостаточно умен Как весело Я давно так не веселилась Давай, давай, радуйся, пока можешь Не поймал Я до тебя доберусь Ты просто хвастаешься И назад И как-то нехорошо, что я веселюсь одна Я приглашу друзей Не могу на это смотреть Я же говорила Тебе меня не поймать? Ты слишком нерасторопный Ты вконец меня разозлила Где она, где она, где она? Слезь с моего хвоста Мне так весело Только не говори мне, что ты уже сдался Какой неуклюжий чурбан Никогда в жизни не видел более жалкого зрелища Туай А ну-ка, повтори Мы вас не боимся И даже если бы вас было сто Ничтожная букашка Ты возьмешь свои слова обратно Вот только доберусь до тебя Поймай меня, если сможешь Поймай меня, если бы вас было не так Что, уже утомился? Я разочарован Эй, я здесь Эй, я здесь Не поймал? Я здесь, догоняй Моя лапа, моя лапа, я ушиб лапу Как больно, как больно Кто-нибудь помогите Я повредила крылышки Мои крылышки, как больно О нет, желтенькая повредила крылья Нужно побочь ей Ну и ну, все за мной Какая боль Моя голова Вот она Здесь И там тоже Сколько же их? Что-то здесь не так Что-то здесь происходит А-а-а-а Вон она, внизу Мои крылышки, я не могу взлететь Я здесь, желтенькая Нет, кропинка, улетай Оставь меня У меня нет больше сил Сейчас я тебя поймаю Я не могу взлететь Моё бедное крылышко Если бы я только могла взлететь Вон она, внизу Все за мной Оставьте меня Попалась Не могу взлететь Крылышки поранены Я здесь, не волнуйся Положу свои крылышки по твоей Спасайся сам Нет, я не оставлю тебя Держись крепче У нас получится Спасайтесь сами Я помогу, держитесь Я больше не могу Нужно передохнуть Улетайте, улетайте пока не поздно А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Почему ты? Пожалуйста, отпустите меня, я больше вас не потревожу. Наконец-то мы избавились от петуха. Ура! Я так переживал за тебя. Почему кропинка? Потому что ты сказала, что повредила крылышки. Со мной все в порядке. Правда? Я тоже за тебя переживала. Думала, петух тебя поймает. Но почему ты сказала, что повредила крылышки? Ты нас всех напугала. Но с тобой все в порядке, и ты можешь летать. Так почему ты сказала, что повредила крылышки? Мне очень жаль, что я напугала вас. Я лишь хотела обхитрить петуха. Ничего не понимаю. Сила еще не все. Если быть храбрым и хорошенько поразмыслить... То можно преодолеть любое препятствие. Верно. Может, споем? Да. Давайте споем, друзья. Мы победили врага. Избавились от петуха. Известно с давних пор, Не силой решают спор. Не силой решают спор. Избавились от петуха. Бабочка Немногие люди знают о бабочках достаточно. Поэтому мы ответим на некоторые простые вопросы. Какое место занимают бабочки среди животных? Это членистоногие, относящиеся к классу насекомых и отряду чешуйчатых крылых. Обычно этих насекомых делят на моли с бесцветными крылышками и непосредственно бабочек, у которых крылышки окрашены. Сколько существует видов и где они обитают? Среди бабочек насчитывается более 150 тысяч видов. Наибольшее разнообразие видов бабочек встречается в тропических странах. Какой образ жизни они ведут? Бабочки относятся к насекомым с полным превращением из четырех фаз. Яйцо, гусеница, куколка и бабочка. Как они передвигаются? У взрослой бабочки длинные крылья, и она может преодолевать большие расстояния. У гусеницы есть шесть пар лапок. Прежде чем на свет появляется бабочка, гусеница проводит некоторое время в коконе. Чем они питаются? Гусеницы едят растительную пищу, главным образом листья, стебли и корни. Взрослые бабочки питаются нектаром, который они добывают из цветов при помощи хоботка, расположенного у них на мордочке. Как они защищаются? Некоторые бабочки защищаются при помощи окраски, благодаря которой они сливаются с окружающей средой. Другие производят ядовитые или неприятно пахнущие вещества, чтобы защититься от хищников. Какая у них связь с людьми? Многие виды бабочек считаются вредителями, так как поедают выращиваемые человеком растения. Но мы не должны забывать об очень полезной бабочке в шелкопряде. Живут ли они в городе? Присутствие бабочки связано с наличием растений, которыми питается гусеница. Из-за того, что в городах представлено недостаточно растений, количество бабочек тоже сократилось. Итак, вы все усвоили? Мораль всей истории такова. При помощи друзей можно преодолеть любые трудности. О, смотрите, кто к нам спешит. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Фильм подготовлен на студии ВАРМСАУНД. Перевод Елены Поповой, звукорежиссер Сергей Лалетин. Текст читали Мария Косяк и Лев Ретник. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжение следует...